Друзья, всем привет. Сейчас я нахожусь в городе Одессы. Здесь произошло очередное знаковое событие в реформе новой полиции. Сейчас вы посмотрите видео, которое появилось буквально сегодня. Его снял случайный прохожий. На видео видно, как наша новая полиция в очередной раз задерживает опасного преступника. Сможете послушать комментарии у самого участника событий. Он расскажет, как все происходило и что же все-таки полицию побудило на такие действия. Смотрите. Рука сломана, говорю! Ты блядила, блядь, что ты делаешь? Старый, блядь, человек! Какое нарушение? Чего ты до него доебался? У него сахар, водить никто не в порядке. Рука сломана, блядь. Руку отпусти! Руку отпусти! Блядь, 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 блядь! Блядь, блядь, блядь! Каня, делай фотографии, что ты творишь? Таки не одевай ни хера мне! Ребята, снимите, выставьте в интернет! Я ваш... Садитесь в бою, поедем, блядь! У меня левая рука сломана, трещина в плече. У меня, блядь, фотография есть и документы. У меня левая рука сломана. Поедем, блядь, блядь! Поедем, блядь! Поедем, блядь! Нет, не на вашем машине, на своей! Нет, садитесь в мою машину один, и вы поедете. Сняли, ребята! А у меня документы, я вам покажу, что у меня у вас плечо сломано. Давайте вы сейчас. Ничего! Это значит, что мы стали сгонно. Саня, сними это самое! Вот мальчик снимает! Сиди, я на мировые, ты все! Мальчик снимает? Я сейчас еще возьму... Не буду дать засранцев! Я сейчас еще хочешь снимать! Блядь, недоучкам, сука, посадили! Недоучки, действительно! Подождите, сейчас это самое! Пойдем, у нас что-то не было, 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 что-то не было. Что-то у нас, у правы нету, что-ли? Ну, идем, у права! Выродки! Блядь, блядь! Будет во всем, что-то выродки! Все согласно закону! Закон! Закон! Ты знаешь законы! Ты знаешь законы! Хочу вас познакомить с человеком, Виктор Иванович, это непосредственно участник сегодняшних событий, которые вы видели на видео. Значит, полиция все-таки одесская смогла словить, наконец-то, мажора, коррупционера, самого наглого водителя в Одессе, наказать его как следует. Вот он перед вами. Он непосредственно сейчас расскажет, как все происходило. Мне 66 лет. Я выехал в рабочую робию. Я живу в соседнем доме, прямо в моей парадной, на втором этаже. Остановился возле цветов, купить цветы на кладбище. Остановился я в внутреннем проезде. Между домами. Здоровые лица. Спасибо. Вы очень вовремя подошли. Я ухожу, ухожу. Капер из него. Почему полиция решила применить вам силу? Силу применить, потому что мне начали предъявлять претензии о том, что я нарушаю правила дорожного движения и стою за 10 метров до начала перекрестка. Хотя я пробовал доказать, что от моей машины, где видно на моих фотографиях, которые я предъявил сегодня в суде, что от моей машины до перекрестка, не так, как они написали генерала Петрова 41, я стоял. Между пролетом в пространстве 14 метров. Это просто ногами я мерял. Значит, друзья, чтобы вам было понятно, на Виктора Ивановича составили два постановления. Одно постановление за правила парковки, второе постановление традиционно по статье 185. Кто не знает, это статья Непокора, да, это неповиновение. То есть, потому что Виктор Иванович якобы сопротивлялся, оказывал сопротивление полиции. Мы все прекрасно видели в видео, прекрасно видели, что Виктор Иванович не оказывает никакого сопротивления. Но тем не менее, что очень интересно, суд состоялся сразу же после того, как его привезли в отделение полиции. Он прождал там час, после этого тут же назначили осмотрение суда, да, было заседание? Да, было два заседания, два заседания получилось. Но судья перенес в связи с тем, что я объяснил ситуацию, и судье сказал о том, что будут предоставлены фотофрагменты, плюс то, что мне заломали руку и трещина в руке. После действия полиции у меня сильные боли в левой руке. Рекомендации жесткая повязка, плюс возможный гипс на тот самый контрольный на третье число контрольный очередной судмедэкспертиз. Слива-то у меня не было, я 50 лет за рулем. 50. Превышение физической силы старой полиции никогда не было. А в данной полиции это творится уже систематически и неоднократно с другими участниками дорожного движения. У меня просто сахарный диабет, и мне, во-первых, нельзя с нервничать вообще. А тут я, конечно, распсиховался. Когда называется на одном ни с того ни с сего... Это, конечно, вообще неприятно и парадоксально. То, что творится с новой полицией. Что они творят. Потому что насмотрели с американских фильмов и работы американской полиции. И вот теперь вот это вот творится сейчас. Пробуйте себя, американских полицейских, показать. А им до них очень далеко. Ну ладно, давай, счастливее. Спасибо, что позвонил. И сбрось мне, пожалуйста, я... Блядь, болей там, красина. Всего доброго. Всего доброго, Саша. Ну что, друзья, вы все видели сами. На самом деле ситуация печальная. Человек в возрасте, конечно, перенервничал. Сразу не сообразил, какая ситуация, что происходит. Конечно, в каких-то моментах он себя вел неправильно. Мы все прекрасно понимаем. Но, тем не менее, поставьте себя на его место. Человеку 66-67 лет. Ну, от себя я хочу сказать, что я думаю, что полицейским должно быть стыдно. Должно быть стыдно за свое поведение. Их, оказывается, было не два, а три человека в патруле. Еще была девушка. Три молодых человека, три полицейских не смогли решить бесконфликтную ситуацию с дедушкой. И кроме того, чтобы его поломать. Я думаю, что были способы воздействовать на него, раз уж он такой злостный нарушитель, и наказать его каким-либо другим способом, предупредить. Вы все видели, как неоднократно предупреждали меня за нарушение, которое, в принципе, не предусматривает предупреждение. И, тем не менее, я уезжал без постановления. Здесь же мы видим пенсионера, который поставил возле магазина машину, и все закончилось тем, что ему поломали просто руки. В общем, ребята, смотрите, комментируйте, пишите свои мнения обязательно. Реагируйте на подобные видео, делитесь с друзьями. До скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok